ПРОСТРАНСТВЕ ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ Небольшой подмосковный город Боровск примечателен живописными окрестностями, богатой историей и своеобразной архитектурой. Но главное, что привлекает сюда путешественников, это свято-пофнутие в Боровский монастырь. Здесь, на пологом берегу Протвы, основал в XV веке обитель преподобный Пафнутий Боровский. Известно, что первый монастырский собор расписывал иконописец Дионисий, последователь Андрея Рублева. К сожалению, тот храм был разобран в XVI веке. На его месте встал пятиглавый собор Рождества Богородицы, в кладке которого были использованы блоки с фресками Дионисия. Так уникальные росписи дошли до нашего времени. Примечательно крепостная ограда Пафнутиево-Боровского монастыря. Поваренная, оружейная, георгиевская башни соединены между собой настолько мощными стенами, что обитель могла служить надежным бастионом при осаде. Так Лжедмитрий II, самозванец, который выдавал себя за сына Ивана Грозного, с польским войском не мог взять монастырь до тех пор, пока двое предателей не открыли ворота. Ворвавшись, поляки убили всю братью обители и местных жителей, которые укрывались за монастырскими стенами. Погиб в том сражении и воевода Боровска, Михаил Волконский. Эта страница монастырской летописи, подвиг князя Волконского и мужественных иноков, подарил городу Боровску герб, символ верности, сердце и крест, заключенные в лавровый венок. Монахи, погибшие в сражении 1610 года, были похоронены в северо-восточной части монастырской территории. Сейчас на месте захоронения стоит церковь в честь пророка Ильи. Этот маленький одноэтажный храм, по сути, является памятником, героем, защищавшим обитель. В Ильинской церкви стоит обратить внимание на интересную архитектурную деталь. Стена, которая соединяет храм с примыкающими к нему больничными палатами, имеет проем с закрытой решеткой. Он сделан специально для того, чтобы больные могли слышать богослужения. Церковь пророка Ильи, первой среди монастырских храмов, была освящена в 1991 году, когда в обители возобновились богослужения после 70-летнего перерыва. Именно сюда была перенесена часть мощей преподобного Пафнутия Боровского из Псково-Печерского монастыря. Посещая Пафнутиев монастырь, непременно стоит дойти до святого источника, вода которого почитается целебной. Находится родник в 300 метрах от монастырских стен напротив сторожевой башни, в низинке. Вы сразу заметите голубую крышу часовни, которая сооружена над ним. От Москвы до Боровской обители можно добраться буквально за два часа. Сначала с Киевского вокзала электричкой до станции Балабаново, потом автобусом на Боровск. Выйти можно на остановке Роща и пройти к монастырю по короткой, но крутой дорожке под гор. От остановки Рябушки дорога чуть подлиннее, зато пологая. Но и тот, и другой путь порадуют вас живописными видами. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков, а программа подготовлена по материалам журнала «Православный паломник». Пространстве Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин